Это начало деревни. Здесь как бы не шурфили. Мы сразу изначально встали с Михалычем здесь. Очертания на дороге. Видите? Вон там сигнал я что-то и нашел. Но вот здесь вот прям на дороге, ребят, черпанул, черпанул. Здесь деревня выбита, перевыбита. Здесь было найдено, только я знаю, 7 кладов. Вот, ну, начало деревни обычно сразу. Очередная трешка. Какой сохран. 16-й год. Вот это удачка. А мы только с Михалычем начали. Вообще класс. Смотрите. Ай-яй-яй, как говорится. Вот фундамент тоже ковыренный. Я Михалычу говорю, надо вот этот фундамент и еще двам там проведать, потому что фундаменты ковыренные, но как бы и не тронуты. Вот зачет. Субтитры сделал DimaTorzok. Такая вот маленькая ямка уже дала. Вот смотрите, маленькая ямка, да? Два на два, наверное, глубиной полметра. И здесь порядка уже 30 монет. Ну что, ребята, до этого копал. Вот так, трава. Сейчас покажу вам. Игровая трешка. Ой, пятачок. И потом еще игровая копейка. Смотрите, какая. Тоже красивая с этой стороны. А с этой стороны прям заиграли здорово. Я надеюсь, это не 25-й год. Надеюсь. Я надеюсь, это не 25-й год. Надеюсь. Ребята, Михалыч, тут красиво звенело. И я вижу огурт. Смотрите. Опа-на. Опа-на. А, вот он. Ух ты. Это трешка. По размеру трешка. Красиво звенело. У Михалыча первая трешка. Здесь затерта, к сожалению. Так. Что это объектив у меня? Не открылся полностью. Трешка Николаевская. Затертая. Ну, пойдет. У Михалыча здесь засыпка есть. А у меня ни хрена нету здесь. Кончилось. Да нету, нифига. Вон. Да какую? Вот, смотри. Во, видишь, это чернозем. Все. Это материк Михалыч. Вот у Михалыча здесь вот материк. Хорошая засыпка идет. А у меня прям вот. На штук лопаты и все. Ну, пойдет. Первый крупный у Михалыча царь. Ладно. Идем. Итак, ребята. Мы тут с Михалычем угораем. Михалыч говорит. Нет засыпки. Нет засыпки. Ну, посмотрите, какая очередная шайбочка выпала. Это у нас пятак. Пять копеек Николаевского образца. Готко, к сожалению, сказать пока не могу. Но это пятак. И вроде как неплохой. Неплохой. Зачет, зачет. Женька немножко не докопал. Смотрите, ребята. Женька тут копнул. Здесь копнул. А вот здесь вот пятак. О, у Михалыча там что-то чирикает. Вот, Михалыч, вот она, вот она. Ага. Ёпти. Это копейка Николаевская. Царь. Зачет. Идем дальше. Вон ванен. Две монеты. Ребята, у Женьки там тоже, смотрите, монетка. Прям только выключил. И тоже царь. Лысая. Ну, не знаю же, лысая, не лысая. Да, лысая. Только чистить надо. Но по размеру двушка, наверное. Или трешка. Трешка. Трешка, да. Трешка. Николаевская трешка. Здесь еще раз тоже. Еще? Ну-ка, давай. Да, сигнал какой-то есть. Наверное, не вонят. Не, ладно. Если найдет, так и отвернемся. Продолжаем. Шурф достаточно неплохой. По количеству сигналов. Находки, конечно, не очень стандартные. Но количество сигналов радует. И не знаю. То ли к Михалову идти, то ли к Женьке идти. Какой сигнал копать, не знаю. Смотри, что. Кругом сигналы. Слышите, да? И Ваня сигналит. И Гаррет сигналит. Пойду к Гаррету. Ох, да. В прямом эфире, ребята, снова. И стопудово ранее. Ну-ка, открываем. Та-дам. Да, ранее. Ребята, здесь ни одного позднего. Все ранние монеты. Надеюсь, тут не докопался. Николай. О, там у Михалыча опять что-то сигналит. Да ешь, давай налево, ребят. Я... О, монета. А, копейка. Ну-ка, давайте потрем. Михалыч Фартова. И он в этом году... Сколько ты уже 25-го угла купил? Четыре или три. Четыре или три, да? Давайте посмотрим. Сегодня уже 4 копейки. Смотри, там еще что-то. Твою дивизию, а. Так, это что у нас? В итоге... В итоге... В итоге это у нас... Не знаю, не видно. Прямо зашлепано именно на годе. Двадцать какой-то? А какой именно? Не знаю. Ну, давайте посмотрим, что Михалыч здесь откопает. А я пока буду натирать 25-й год. Ребята, вон там он только что Женька кричал. Есть что еще? После того, как я двушку 24-го откопал, Женька заширпился здесь. Я попытался там. И только я ему сказал. Нет ничего. И прям через считанные секунды, как я начал прозванивать, выпала... Вот она. Вот она. Николаевская трешка. Судя по размеру. Ну да. Скорее всего. Это уже какая? Третья? Или четвертая трешечка? 1898-й или 96-й год. Пойдет. Пойдет. Так, и стекляшечка какая-то интересная. Какая-то интересная была. Наверное, царская. Михалыч Шуф там прикопал. И, наверное, он смотрит. Выискивает, куда же пойти дальше. Около Женьки крутится. Наверное, придет ко мне. У меня здесь две медных монеты уже выпало. Так что придет сюда стопудово. Михалыч знает вкусные места. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Итак, ребята. Хочу вас обрадовать. Серебро на том фундаменте было. Ну и на этом тоже. Серебрюшечка. Я же говорю, Михалыч придет ко мне. Вот он копает. Так, у меня серебрюшечка. Царская. 10 копеек царские. Но, ребята, считаю, что это металлолом. В том, что здесь, по-моему, пытались дырку не сделать. Ну, все равно. 10 копеек царские. Зачетный. Приятный металл. Я говорю Михалычу, 10 копеек. Он медь, что ли? Для него медь. Куда вкуснее, чем серебро. Вот так вот. Копатели ищут медь. Но не серебро. Ребят, помните, я вам озвучивал копейку игровую? Или не озвучивал? Вот она, игровая копейка. Я вот сейчас на досуге сижу. Перекур устроен. И вы посмотрите, какой год копейки. Смотрите. Так, фокус. Копейка 25-го. Вот как тут... Копейка 25-го. Затертая, игровая. Я твою имею, блин. Извините за мой французский. Но как тут не материться, а? Многие не могут откопать такие монеты. А тут она, смотрите. Игровая. 25-й год. Твою дивизию, а? Ребят, еще одна находка. Но я не знаю, что это за находка. Я лишь из-за этого стал снимать. Обычно я не снимаю такие вещи. Но вот, смотрите. Трешка. Три чего-то. Не знаю, сейчас вы видите, нет. Три чего-то. С обратной стороны. Вот так вот. Че за беда? Фиг его знает. Может быть, вы ответите мне. Пишите в комментариях, что это. Счетный жетон. Или же монета. Я в первый раз такую монету откапываю. Дырок нету. Сохран хороший. Вам интересно, что это? Если да, то смотрите дальше. А в руках у меня три спилмарки. Это игровой жетон. В истории начала 18 века очень много появляется различных жетонов, в которых можно, новичку, запутаться. И давайте вкратце разберемся в этих жетонах. Это счетный жетон, который откапывается практически на каждом копе. Также встречаются, но очень редко, это трактирные жетоны, платежные жетоны, которые пользуются как деньгами. Но наш жетон, это игровой жетон, и он встречается куда реже. По названию вы поняли суть этого жетона. Да, это аналог фишки, который применяется и поныне в игорных заведениях. Надеюсь, информация была вам полезной. Если да, то напишите в комментариях. А сейчас продолжаем копать монеты. Приятного просмотра. Сохран хороший, так что не знаю. У нас Женька как на работу отдыхает, а Михалыч я не знаю, что-то в сарае там сараи были. Но Михалычу виднее. Он там еще полно прощупал. Вот так вот были сараи, а вот так вот были дома. Так что дома интересны потеряшками, а сарай интересны тем, что там, возможно, могут быть клады. Так что, ладно, у нас ветрено, но погода, солнца нету, дождей нету. Какая красота. Остаемся с ночевкой. Не знаю пока. Ребят, я пока не знаю, но выпал вот такой слепоши, ребята, слепок. Вот такой слепок. Ну что это может быть? Только монета. Верно? Значит, в этой кучке мы должны искать монетку. Монетку. Вот она. Серебро, Михалыч. Серебро. 10 копеек, 1930 год. Вот это да. Вот это нонсенс. Ребят, помните, с чего все это начиналось? Все начиналось вот с этой ямки. Здесь была трешка царская, потом двушка 28-го. И вон там, вон, Аська зацепила серебро. Вот это да. А как же Ваняш не зацепила, ребята? Я с Ваняшем здесь ходил, ну, как бы, сигналы были фантомные такие, ну, вот это да. Вот видите камушек? Видите камушек? Видите камушек? И вот на дороге, похоже, вот здесь был фундамент. Потому что вот на этом вот эпицентре, вот на этом вот, верховые три монеты. Одна из них крупная, медная. И вот так вот. Вот это да. Три серебра уже сегодня. Уху! Красота! Красота! Мы ведем с собой кота. Удивляет, удивляет мне дорога. Вот здесь вот серебруха, а вот здесь вот, ну, не кладуха, но все равно приятно. Вот она. Вот она, ребята. Пуговка. Надеюсь, не лысая, но с ушком. Так. Сейчас я ее полежу, 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 и нихрена ничего не найду. Лысая пуговка. Но целая. Пойдет. Здравствуйте, дорогие пистолицы. Итак, ребят, наши ряды пополнили. У нас вот рустик, вот видите, вот этот фонарик. Мордочку освещает. Там у нас Паша, Паша Деус, здесь Михалыч, там Женек. И, короче, у Михалыча монетка была. У меня монетка. Фундамент огромный. Я вам показывал, сегодня у меня была убитая, ушатанная, игровая 25-го года. И вы знаете, русик тут эмоционально так меня критиковал. Кусок. Кусок ты, кусок! Ну, прапорщики, они типа того, все куски. И вот смотрите, ребята, смотрите, что я отыскал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова